Я правильно вас поняла, что президент Трамп никогда не отдавал приказов кибернетическому командованию США предпринять действия, необходимые для защиты и срыва попыток России вмешаться в выборы, которые пройдут этой осенью. Я никогда не получал никаких конкретных указаний, чтобы предпринять дополнительные шаги, выходящие за пределы моей компетенции. По словам Майка Роджерса, необходимые полномочия для отдачи подобных приказов имеют два человека – президент Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис. В Белом доме заявили, что никто не мешает главе Агентства национальной безопасности действовать по собственному усмотрению, и в очередной раз высказали обвинение в адрес предыдущей администрации. Именно в президентство Барака Обамы Россия провела кибератаки против США. Никто не отказывает ему в полномочиях. Мы рассматриваем разные способы оказывать давление на Россию. Этот президент ведет себя более жестко по отношению к России, чем его предшественник. Давайте не будем забывать, что это произошло при Обаме, а не при Трампе. Если вы хотите обвинить кого-то в давно существующих проблемах, вам следует взглянуть на администрацию Обамы. Майк Роджерс считает, что главной целью России является изменение общественного мнения США и подрыв демократических институтов. По его словам, ответ Вашингтона на действия Москвы не был адекватным. В пятницу Министерство обороны США и Государственный департамент подписали совместный меморандум о создании новой инициативы стоимостью 40 миллионов долларов, которая будет направлена на борьбу с дезинформацией и государственной пропагандой, нацеленной на США и их интересы. Программу будет осуществлять Центр глобального взаимодействия Госдепартамента. Россия действительно является частью этой инициативы, но это вообще инициатива, чтобы бороться с проблемами с информацией по всему миру. И одна из этих инициатив – это создание фонда доступа к информации для поддержки государственных и частных партнеров, которые занимаются выявлением пропаганды и дезинформации. Деньги на эту инициативу должны быть выделены Пентагоном до конца сентября, когда истекает 2018 финансовый год. Финансирование крайне важно для продолжения активной борьбы против пагубного влияния дезинформации и налаживания партнерских отношений с союзниками, которые также действуют в этом направлении, отмечает Ванесса Эккер. Борьба с дезинформацией является важным перестепильным приоритетом для американского правительства. Предполагается, что этот центр будет активно сотрудничать с другими федеральными ведомствами, в том числе с Министерством внутренней безопасности и ФБР. В ходе слушаний на Капитолийском холме адмирал Роджерс также заявил, что по-прежнему считает Россию угрозой для предстоящих в 2018 году выборов. По словам главы АНБ, Соединенные Штаты располагают достаточным количеством инструментов для противодействия российской активности, но пока не приняли достаточных мер для того, чтобы полностью прекратить кибератаки. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.